А теперь буквально еще несколько минут мы поговорим, как противостоять негативным этим хейтерам, конкуренции, критике. Так вот, нужно начать с себя, потому что нужно оценить как раз свои препятствия, внутренние ограничения. Значит, между препятствием и ограничением существует определенная разница. То есть препятствие это то, что можно обойти, перешагнуть. Ограничение это лимитация, limitation, как говорится в английском. То есть это то, что вы не можете изменить, потому что это лимитация. Например, если вы биологический мужчина, то биологически женщина вы стать не можете, даже если вы пройдете, например, операцию и так далее. Но я имею в виду, что есть определенные ограничения, то есть с одной стороны мы можем подстраиваться, например, если вы хотите быть королевой Виктории, ну вряд ли вы будете королевой Виктории. Но в то же время попасть в королевский дворец, познакомиться с королевой или же стать где-то королем в другой стране. Это все вполне возможно. Я имею в виду, что опять же ограничения, они всегда относительные и могут менять, как сказать, свою окраску. Препятствия это внутренние как раз страхи, неуверенность, это также события, это люди, обстоятельства, которые могут влиять на вашу способность достичь цели. И мы как раз немножко поговорим о препятствиях. Очень важно понимать, что есть внутренние препятствия и внешние препятствия. Внутренние как раз внутри вас, в вашей голове, ваш мозг. И это отношение к делу, это страхи, это вот часто люди говорят, у меня нет времени, я там боюсь осуждения, у меня нет поддержки и так далее. Поэтому, собственно говоря, это может быть нехватка образования, отсутствие опыта, это может быть отсутствие навыков, это может быть как раз неуверенность, это может быть вот нет этого такого, знаете, напористости. Все это вы должны как бы сесть и проанализировать. Я всегда рекомендую, что все-таки важно определить вот эти стороны, которые вас тормозят, чего вам не хватает изнутри вас. Потому что с этим, я не люблю слово бороться, это можно искренять, это можно обходить, это можно решать. А вот внешние препятствия, они труднее, но опять же, пока мы живем, мы должны приспосабливаться. И вот, например, экономика, кризис экономики может влиять? Конечно же может. Недостаток информации тоже. Люди, сами люди, есть негативисты, которые начинают вам говорить, даже ваши друзья могут оказаться завистниками, которые начнут вам оставлять палки в колеса. Это бывает. Место работы, обучение, на этом можно поменять. Нехватка финансовых ресурсов, да, но это все можно как бы начать с нуля. Я тоже начинала с нуля и без всяких вложений, крупных капитальных вложений. Пока, собственно говоря, сейчас я даже как-то мне трудно представить, чтобы начали с нуля. Отсутствие поддержки, да, важна, но в то же время люди к вам потянутся. Вы найдете новых друзей, вы найдете людей, которые вас понимают. Я всегда говорю, что друзья, это не те люди, которые познаются в беде, хотя да, да, друзья познаются в беде, друзья познаются в вашем успехе и счастье. Потому что вы вдруг увидите, что те люди, которые вы считали друзьями, вдруг начнут вас завидовать. Причем она так наша, зачем тебе это? А сначала это, ой, зачем тебе это? Да обойдешься ты без этого. И вдруг когда ты становишься популярно, вот это успешно, уградят деньги. Начинается типа, ну, в общем, такая-то зависть какая-то внутренняя. Я тоже как бы столкнулась с этим, и это не совсем приятно, но с другой стороны, у меня лозунг по жизни. Я хочу иметь качественные люди вокруг себя, я хочу работать с качественными людьми. То есть я хочу качество жизни, а не количество. Поэтому в этом как раз и вкус жизни, что ты понимаешь, что когда ты начинаешь ценить себя, ты начинаешь ценить людей, ты начинаешь работать с людьми, которые строят качественные отношения. И поэтому воспринимают тебя тоже качественно. Поэтому это тоже важно понимать. Ну и, конечно, вот семья, друзья, сверхники. И, конечно, самое важное стереотипы. Большинство людей живет стереотипом. И когда я брала курс по изменению карьеры именно с точки зрения психологии бизнеса, оказалось, что большинство людей живет стереотипами. И вот стереотипы есть положительные, и стереотипы отрицательные. Поэтому, пожалуйста, не впихивайте в себя рамки стереотипности. Все-таки будьте более свободны. Как говорится, воспринимайте жизнь без вот этих строгих рамок, что вот так нужно делать, вот так все делают и так далее. Ваш путь – это ваш индивидуальный путь. И он может отличаться от моего пути. И он будет отличаться от любого пути, любого другого человека. И это вполне нормально. А значит, последнее домашнее задание номер пять – это определить, какие проблемы, трудности, препятствия стоят между вами и достижением ваших целей. То есть составьте список препятствий, подумайте, как их можно обойти. И еще помните, что слово препятствие не отрицательное, оно нейтральное. Поэтому не нужно бояться препятствий. И под конец несколько советов от вакцинированного эксперта. Потому что многие боятся конкуренции, критики, хейтеров. Как на это реагировать? Очень простые советы. Всегда помните, что вы уникальны. И вообще для меня конкуренция не существует. Вообще нет даже конкуренции. Почему? Потому что я одна такая. Я не знаю, какие другие. Я одна такая. Я знаю, кто я есть. Поэтому я об этом всегда помню. Также я привожу такой вот пример, что, например, в Париже есть улица Сен-Дениса. Там сплошные рестораны и кафе. Идешь несколько километров, и это все рестораны и кафе. И там всегда много народа. Точно такая же улица, оказывается, есть в Кобеке и есть в Монреале. Сен-Денис тоже улица ресторанов и кафе. И там всегда люди. Что, обо чем это говорит? Что есть разные кухни, есть разные рестораны, разные обстановки. Тем не менее, для каждого ресторана, для каждого кафе есть свои посетители. А это значит, что на каждый товар есть свой покупатель. А на каждого блогера есть своя аудитория. И она будет у вас своя. Поэтому не нужно переживать за конкуренцию. И самое интересное, учитесь у конкурентов. То есть учитесь, потому что многие конкуренты падают вниз, дают позиции, теряют популярность. И у вас есть возможность изучить, а что они сделали так, что они потеряли популярность. Что от них отписались сотни подписчиков, тысячи подписчиков. Что они сделали так, почему они закрыли свое дело. Это все уроки жизни. Этому нужно учиться. В том числе учиться, как они стали успешными. Конкурентам нужно учиться как раз успехом. А что вы можете предпринять, что вы возьмете из практики, скажем, действий этого конкурента. А что вам никак не приемлемо. У меня тоже была хорошая школа со стороны некоторых известностей, когда я точно определила для себя, что вот так я делать не буду. Этими заниматься точно не буду. А вот я буду делать немножко по-другому. И я следую своим принципам. В отношении критики. Критика, вы знаете, воспринимайте критику только конструктивную. А что такое конструктивная критика? Во-первых, у вас просят разрешение. А можно ли вам высказать несколько замечаний, если это какой-то человек со стороны. И конструктивная критика подразумевает, акцентирует внимание как на положительных ваших сторонах, так и на отрицательных. То есть обычно человек говорит, что у вас это прекрасно получается, у вас то прекрасно получается, у вас и это прекрасно. Но вот здесь нужно немножко доработать. Если вы не против, я подскажу, что можно сделать в этом направлении. Вот это есть конструктивная критика. Они там вошли и начинают вот это критиковать. Поэтому тех критиканов, которые приходят и начинают поливать грязь, в основном это просто люди, которые хотят высказать свой фэ, которые просто хотят сказать что-то плохое. Таких я блокирую и говорится до свидания. И не забывайте спрашивать мнение у тех, кому вы доверяете. То есть, например, у меня есть человек, которому вы доверяете, эксперт. Вы сами можете спросить, проанализируйте, пожалуйста, мой блог, или там подскажите мне то, или проанализируйте, например, мои посты. И я скажу, что это работает. И мы тоже прибегаем к мнению многих экспертов, чтобы узнать, как улучшить подачу информации, что изменить, что это все важно. И последняя группа хейтеры. И сюда еще можно отнести даже халявщиков, которые вообще никого ничего не уважают. Это как, знаете, стадо перебежчиков, как мотыльки. Халявщики вообще даже для меня некачественная аудитория. И на самом деле ничего хорошего не дают. Поэтому лучше, когда аудитория качественная, без калявщиков. Но вот бывает хейтер, к счастью, у меня очень редко бывают встречи с хейтерами, очень редко, но они появляются. Так вот, что я делаю? Каждая система имеет, имеется в виду социальная сеть, имеет свои определенные инструменты. Блокирование, например, комментариев или подписчиков и так дальше. То есть, все это работает. То есть, изучите это в любой системе социальной, есть это все. И вот, например, в Инстаграме есть очень две хорошие опции. Первая опция, это называется restrict, то есть ограничить. А вторая опция, это блокировать. И что я делаю? Я, например, если вижу, что кто-то начинает меня, например, фэс свою высказывать, это чувствуется и по написанию, по отбору слов. И типа, как говорится, я просто даю, если это не слишком агрессивное, грубое отношение, я просто ограничиваю доступ. Этот человек может писать комментарии, может читать мои посты, но его комментарии не будут опубликованы, пока не пройдут модерации. Это прекрасные опции, потому что я вижу активность этого человека, чем он занимается дальше. И вы знаете, сколько раз мне пишут, ой, проконсультируйте, помогите. И мне сразу инстаграм выдают, что они меня, как раз вы, ну, как бы, по части, то они ограничены. То есть я думаю, ну, как же так, вы на меня столько всего там высказывали негативно, вы вообще там подрывали мои профессиональные достоинства, вы там унижали меня, а то вдруг помогите, помогите. Конечно, я отказываю таким людям, потому что я имею право выбирать, кому помогать и кому не помогать. Это мое личное право. И если я вижу, что человек продолжает эту деятельность, я просто его блокирую. Некоторые блокируют сразу. Блокируют сразу. Нечего делать людям, которые начинают, как говорится, поливать грязь, просто пришли выразить свой фэ. Поэтому не бойтесь. Вот представьте себе, что у вас есть ваш дом, и вы открыли дверь, людям сказали, вот дверь открыта, вы можете приходить в дом, пить у меня чай, кофе, да. И вот представьте, приходит такое, знаете, деловое. Мне не нравится вот эта покраска стен, вот эта, значит, мебель устарелая, здесь нужно то убрать вообще, мне хозяйка не нравится. Вообще, вы что, разрешите этому человеку быть в вашем доме? Нет. Ваша страница – это ваш дом. Не важно, что это социальная страница. Это ваша ячейка внутренняя, это ваша личная ячейка. Это ваш дом, социальный дом. И поэтому вы прави выгнать из этого дома, кого хотите, и заблокировать, закрыть им дверь навсегда. И я так делаю. Поэтому не бойтесь отсылать вот этих хейтеров. Еще я говорю, что, чтобы иметь вот этот положительный потенциал, и не бояться всего этого, нужно найти вакцинацию. То есть даже если вы будете иметь порции негативизма, порции такие, они иногда очень болючие, эти порции, да, особенно если у вас нет опыта. Первые вот эти такие налеты, как говорится, негативистам, хейтерам, они бьют где-то по самочувствию, где-то там внутри, по-вашему я и все. Но чем быстрее вы пройдете вакцинацию, вот это выработать иммунитет, тем вам проще будет реагировать на все, что говорится, на всех остальных. Вы будете проще с ними иметь дело. То есть, как говорится, прекратили и все. И даже мои сотрудники, люди из моей команды говорят иногда, вы слишком терпимые, вы слишком терпите, слишком вежливый человек, да быстрее там, раз и все. И в принципе так и должно быть. Иногда я тоже, это не спасает ситуацию, наоборот, это раскручивает скандал, который начинает делать скрины, потом эти скрины подделываются, подчищаются, потом где-то выставляют вас как каким-то вообще плохим человеком, невежим. Чтобы этого не было, просто сразу блокируйте. Продолжение следует...